Всем привет! Без лишних слов у микрофона Вячеслав Палагин. Всем привет! И Максим Акманцев. Мы начинаем тактик-ток на Евроспортуру. Дебали надо уходить из Ювентуса в другую команду, чтобы быть лидером команды. Вот такой вопрос. Не увидел вопроса, давайте попробуем. Надо ли Дебали уходить из Ювентуса в другую команду и становиться в ней лидером в другой команде? Да, нужно, потому что Дебала свою лучшую качество проявляет тогда, когда он выходит на позиции десятки. Сейчас в схеме Ювентуса такой позиции просто нет, потому что игра строится через фланги, через навес на Криштиану. Соответственно, качество Дебала, условно, последний пас, разрезающий пас, они не особо-то и нужны этому Ювентусу, по крайней мере. То есть Ювентус, который будет определенно ставить на Криштиану, на его гениальную реализацию в ближайшие 2-3 года. Соответственно, Дебали стоит уйти в команду, которая, во-первых, есть позиция десятого номера, а вторая команда, которая строит игру на чуточку красивее и утонченнее, что ли. А что ты скажешь насчет смены тренера? Ведь Аллегри закончил с Ювентусом. Это интересно, кстати, может быть. Сари и Криштиан, в общем-то, тренер, который ставит на владение, человек, который владеть мячом, в принципе, не любит, он любит завершать моменты. Это может быть интересная комба такая и одна из главных интриг на следующий сезон. У Аллегри не было задачи ставить футбол красивый, владеть мячом постоянно, играть первым номером. Он умеет это делать, но не всегда, далеко не всегда. Сари же это человек, который, в общем-то, влюблен в такой стиль, это человек, который покорил серию А таким стилем. И изменится ли он, это вряд ли, потому что он всю карьеру ставит именно такую философию. А вот этот вопрос не был задан, но какой клуб подойдет ему больше? Барселона? Барселона точно нет, потому что мы видим, что в сборной Месси и Дибал не могут вместе выйти в старте, просто потому что играет в одном стиле. Но если брать какой-то топовый клуб, Арсенал, возможно, подойдет, потому что как мы... Так, подожди, мы про топовые клубы говорим сейчас. Жаль, что сейчас нет с нами Тимофея Яценко, который бы что-нибудь бы сделал. Он бы меня пырнул. Да. Сделал бы розочку из пластиковой бутылки. И тогда на Неверспорт Трубе главная страница была бы только из новостей про Арсенал. Если говорить серьезно, то, может быть, есть вариант с Тоттенхэмом. Потому что Кристиан Эриксон может уйти уже этим летом. Как говорят, у него остается один год по действующему контракту. Он идет в Реал, скорее всего, и тогда Тоттенхэм потребуется прямая замена ему. Дебала один из кандидатов, человек, который точно ему сможет... И опять же, мы говорим про топ-клубы. А у тебя то Арсенал, то Тоттенхэм. Ну, кому... Ну, по крайней мере, это финалист Лиги Чемпионов, не Лиги Европы. Свет, свет. Давай продолжим вопросом от Антона Самойлова. Кто подскажет, где лучшие прогнозы на спорт? Рубрика «Бэтмен» на сайте eurosport.ru, который идет Паша Крайницкий. Это все, что могу сказать по этому поводу. Спасибо. Следующий вопрос. Виктор Иванов. Очень хороший вопрос. Клубам из АПЛ что легче выиграть? Национальный чемпионат или Лигу Чемпионов? Ну, судя по тому, кто играет в финале Лиги Чемпионов, проще выиграть Лигу Чемпионов, чем АПЛ. Ну, с причем того, что Сити, видимо, не остановить будет и в следующем сезоне. И в следующем сезоне они наберут снова плюс-минус 100 очков. То, видимо, скорее всего, Лигу Чемпионов. Просто потому, что у топ-клубов из остальной континентальной Европы сейчас наметился кризис. Бавария с никакого, чем играет так себе, на самом деле. В Париже тоже определенные проблемы со стилем. Барселона непонятно чего хочет. Либо того, что требует Вальвердо, либо то, без чего не может Месси, например. В Ювентусе снова будет какая-то перестройка, скорее всего. Даже минимальная, но в любом случае. Я бы отметил элемент практически полного отсутствия конкуренции в других топ-лигах. Ну, реально нет соперников практически у Баварии. Несмотря на то, что там Дортмунд в последнем туре все решилось. Это все красиво, здорово, но всем понятно, что Бавария и следующий чемпионат выиграет, и еще один выиграет и так далее. Она может просто не выходить на поле, и все равно она выиграет, если начнет играть со второго круга. У Ювентуса примерно та же картина. Ну, Барселона, Атлетико, Реал, они между собой разыгрывают титул. Во Франции все конкуренты Парижа давным-давно подъезжали. Монако вон на грани вылета. В Англии, мне кажется, картина немножко другая. Там каждый может набить морду фавориту. Ну, если речь не о Сити, конечно. Кстати, в этом году был уникальный случай, что чемпионами стали те команды, которые были чемпионами год назад. То есть такого вообще никогда не было, в принципе. Но у клубов АПЛ есть определенное преимущество. Во-первых, они играют в лиге более конкурентноспособность с точки зрения топ-клубов, в первую очередь. Там их шесть. И они играют топовые матчи, благодаря чему я пишу тексты о топовых матчах гораздо чаще теперь, и получают деньги. И, соответственно, они могут проводить матчи того же уровня, что и в Лиге Чемпионов, каждые, не знаю, две-три недели в РБВРе. У клубов из Италии, Испании, Германии, Франции такой возможности нет, конечно же. Но при этом у английских есть еще и составы, которые позволяют им выигрывать и, соответственно, в Англии и где-то добиваться успеха в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Если мы возьмем скамейки даже клубов английских и сравним их со скамейками Паварии, Ювентуса, Парижа, Атлетику, Брестелона Реал, то есть очевиднейшая разница между ними в пользу клубов из Англии. Андрей Литвинов, во сколько лет завершит карьеру Месси? Ну, мне кажется, сам возраст, количество лет не так уж и важно. Интересно, как будет эволюционировать Месси в следующие пару-тройку лет. Мы видели за всю карьеру четыре этапа эволюции Месси. То есть первый этап, когда он играл только правого вингера, когда он смещался с флангов центра на своем слаломном дриблинге. И, вероятно, в этот отрезок, в первые годы его карьеры Баркс, он забивал самые красивые свои голы. Второй отрезок, это при Пепе, это была позиция ложной девятки. Вероятно, это был самый полезный отрезок его карьеры. Защитники просто не понимали, что это делать. Либо выдвигаться на него и оставлять какое-то пространство сзади, которое может воспользоваться условной Анри, условной Вилли, условной Педро. Либо оставлять Месси с мячом. А мы знаем, что Месси умеет делать с мячом. Третий этап карьеры — контр-атакующий Месси. Это эпоха Луиса Рикки, когда была троица, Неймар, Суарес, Месси, когда они выиграли ЛЧ. Это сделало саму троицу сверхэффективной, сверхпределлективной и, вероятно, лучшей троицы за всю историю футбола. Но при этом это заставило Неймара уйти из клуба, потому что ему приходилось пахать за Месси. А во-вторых, это сделало саму Барс немного уязвимой в топовых матчах. И мы это видели на примере игры против Парижа, например. Первой игре с Парижем. И четвертый этап, он проходит прямо сейчас у нас на глазах. То есть Месси, который и создает моменты, и при этом завершает их. То есть человек, который за всю карьеру столько не продвигал мяч, который не завершал так атаки. И Барселон сейчас, в эпоху Вальверде, зависит от Месси так, как никогда раньше. Интересно, вот какая будет роль у него следующая. Либо он будет просто создавать моменты, потому что, видимо, ему просто не хватится сил и каких-то ресурсов для того, чтобы совмещать эти две роли. Либо он будет завершителем. Хай предсказывал, что будет первый вариант, что Месси опустится вниз, опустится в центр поля, и тогда будет создавать моменты за счет каких-то передач из глубины. Но в таком случае Барселон будет уязвима, потому что Месси особо не любит пахать, не любит участвовать в прессинге и так далее. Я ставлю на второй вариант, что он будет только завершать моменты. И в таком случае мы сможем увидеть, скорее всего, Месси в той же роли, в которой он играл при Бардиоле. То есть это будет ложная девятка, скорее всего. В таком случае Барселон будет менее уязвима. Мне нечего добавить, если честно. Но все-таки хотелось бы понять примерно, сколько лет ему осталось. Сколько лет мы еще будем наблюдать это чудо. Мы видим на примере Криштиану, для которого возраст имеет все-таки более важное значение, потому что Криштиану зависит от своих ног, от силы, от силы, от своей физики и так далее. То есть ему нужно каждый год работать еще больше. И он это делает, и это круто. Месси же зависит от своего, скорее всего, таланта больше. То есть сколько лет еще этого таланта мы будем наблюдать? Интересный вопрос. Насколько лет еще хватит этого таланта Месси, для того, чтобы играть на том же уровне, на котором он играет прямо сейчас? Два года, короче. Не два, боюсь, не два. Тогда пять. Неплохой разброс. Более вероятность. Мы правда не знаем, сколько остается Месси. Я предлагаю не гадать, а просто наслаждаться красивым. Да, для меня на самом деле смотреть за Месси, то, что мы сейчас недооцениваем, то, что мы можем каждую неделю смотреть за Месси, это для нас такая, не знаю, привилегия какая-то. Нужно просто всем зрителям, которые имеют какую-то, не знаю, подписку на матчи, на трансляцию игры, сделать дополнительную. Потому что на Месси нужна какой-то, не знаю, отдельный пакет, потому что он стоит... Камера, которая следит только за Месси. Либо камеру, либо просто матчи Барса должны продаваться отдельно от всех остальных клубов, элик и так далее. Потому что мы обязаны платить за это чудо. На этом все. Спасибо, что были с нами. Обязательно напишите свой вопрос в комментариях. Мы на него обязательно ответим. Это был подкаст Тактик Ток с Вячеславом Палагиным. Всем пока. И Максимом Акманцевым. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok